Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы предложить нашему с вами, вниманию, отрывок из книги пророка Малахии. Это будет 2 глава, 1 и 2 стих. Малахии, 2 глава, 1 и 2 стих. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Я думаю, многие из нас читали книгу пророка Малахии и там затрагиваются многие аспекты жизни израильского общества, но особый акцент или особый такой посыл адресован именно к священникам дома Израилева, потому что, как мы с вами знаем, Малахия – это последний ветхозаветний пророк, ну, если не считать Иоанна Крестителя. Возможно, Иоанна Крестителя еще можно посчитать ветхозаветним пророком. И его послания, его мысли, тезисы, ну, мысли и тезисы, конечно же, Духа Святого прежде всего, да, они адресованы к тому, чтобы ревность по Господу, да, по служению Господу, по священству, она не ослабевала в израильском народе. И очевидно, что данное пророчество, оно, ну, как бы актуально в том случае, когда народ Божий, ну, имеет какие-то представления, какие-то понятия, какие-то, ну, базовые, скажем так, уставы, да, или правила жизни. Помните, как апостол Павел сказал, что до какого правила вы достигли, по тому правилу и живите. И, имея эти правила, народ Господний ослабевает, теряет вот эту первоначальную ревность. Очевидно, что послание, пророчество, вот это, Малахи, оно адресовано прежде всего этой нужде и этой проблеме. И здесь, в первом стихе второй главы, мы сразу же видим, как Дух Святой обращается к священникам. Конечно же, имеется в виду левицкое священство, прежде всего, ветхозаветнее священство. Но поскольку мы с вами прекрасно знаем, что в Новом Завете Писание Дух Святой называет нас теперь уже всех царями и священниками, то очевидно, что данное пророчество какой-то своей частью, в какой-то степени прообразно, духовно относится, конечно же, и к нам. И сегодня мы, читая данное обращение, можем извлекать для себя уроки. То есть, не будем считать, что вот это обращение к священникам, оно адресовано только к левитам ветхозаветним. Это ко всем священникам Нового Завета, Ветхого Завета. Просто у них это было, скажем так, тень, да, а тело во Христе, да, как Писание говорит. Поэтому сегодня данное обращение, оно направлено к нам, верующим Нового Завета, которые названы царями и священниками. Все, то есть, у нас с вами всеобщее священство Нового Завета. Даже женщины, да, они, тем не менее, являются священниками, ну, в определенном смысле, да, то есть, не в плане служения, да, там, такого официального какого-то статуса, какого-то, ну, скажем, звания, да, или должности в церкви, а в плане духовной деятельности. Молитва женщин, молитва сестер в церкви, она несет вполне священническую функцию посредника. Когда приближает две противоположные, противоборствующие стороны в духовном мире, в духе приближает и пытается примирить. Поэтому священство – это наше, как бы, всеобщее дело, да, или обязанность, или привилегия. То есть, это обращение, оно адресовано к нам с вами. Поэтому первый стих. Итак, для вас, священники, это заповедь. Понятно, что это не заповедь, скажем так, которая является официальной нормой Ветхого Завета, но это некое наставление, да, заповедь в плане наставления, которое мы должны с вами, ну, рассмотреть и не пропускать. И вот интересно, что говорит здесь Дух Святой. «Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу», вот фраза, которую я хочу сегодня подчеркнуть, «не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему», говорит Господь Савов, «то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения». И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот интересное высказывание о том, чтобы приложить к сердцу, принять к сердцу. Да, сегодня я хотел бы озаглавить наш разговор небольшой, ну, прям такой цитатой, да, или выдержкой из этого нашего отрывка «Приложить сердце». Приложить сердце. Это именно то, к чему призывает здесь Дух Святой нас с вами, как новозаветных священников. Приложить свое сердце. Вообще здесь сказано о том, чтобы приложить сердце к тому, чтобы воздавать славу имени моему, ему говорит Господь, воздавать славу имени Божьему – это многогранное и многоуровневое понятие. То есть это не просто пение. Очевидно, что это не просто музыкальное служение здесь. Здесь имеется в виду широкий спектр тех действий, да, или той богослуженной практики, которую имеет в виду Дух Святой. Если мы прочитаем, опять же, все послание, вернее, пророчество Малахии, то мы увидим, каких аспектов это касается. Это и пожертвования, это и взаимоотношения в семье, это и супружеская верность, это много-много различных направлений здесь. Но я сегодня не буду говорить о каких-то конкретных примерах, да, того, как воздавать славу имени Господа. Мы можем делать это своими делами, конечно же, но сегодня я хотел бы поговорить о том, как мы можем делать это посредством своего сердечного отношения. Ведь именно об этом здесь Дух Святой и пытается нам сказать. Приложить сердце. Очевидно, что проблема того, что люди, что-то внешне провозглашая, не прилагают к этому абсолютно своего внутреннего отношения, была и остается актуальной всегда. Вот если посмотреть на земную жизнь Иисуса Христа, то наибольшее раздражение, если можно так выразиться, конечно, Иисус, Он не раздражался, да, как мы с вами, но тем не менее наибольшую реакцию, да, вот такую гнева, праведного возмущения вызывали не блудники и не мытари, понимаете? Не грешники, которые грешат физическими какими-то грехами. Наибольшее отвращение, наибольшую гневную реакцию в жизни Иисуса Христа вызывали лицемеры фарисеи, которые имели Божьи, так сказать, принципы, да, понятия, правила в своей жизни, но они им, в принципе-то, не следовали сердечным отношениям. Внешне, да, Иисус их называл гробы окрашенные там и так далее, показывая тем самым, что декларируемым и провозглашаемым внешне каким-то лозунгом нету какого-то внутреннего содержания в сердцах фарисеев. Помните, Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской, которая есть что? Лицемерие. Именно это вызывало наибольший праведный гнев в жизни и во внутреннем, так сказать, человеке Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, тема лицемерия, она вообще актуальна для Господа. Его не столько заботят там блудники и мытари, хотя это тоже, ну, как бы сказать, раздражающий фактор для Господа, но дело в том, что люди, которые признают себя грешниками, не такую досаду вызывают в сердце Божьем, да, как люди, которые показывают внешне, что они чего-то там декларируют и чего-то там благословляют, а внутренне таковыми не являются. Вот смотрите, в нашем стихе Малахий 2.2. «Я пошлю на вас проклятие, да, и прокляну ваши благословения». Прокляну ваши благословения. Понимаете, священник – это тот, который благословляет. Священник – это тот, который, ну, дает какую-то оценку, оценочное суждение. Тот, который провозглашает что-то, да, над кем-то. Ну, обычно так происходит, да, когда молятся даже в наших с вами церквях, да, там, с возложением рук, не с целью постановки на служение, а с целью просто благословения, да, ну, какого-то прошения о защите, о милости, о охране, о благоденстве, да. Даже в таком случае часто можно услышать, как пасторы, служители молятся, благословляются чадо Господне, да, там, или как-то вот, ну, вот в таких выражениях благословение. Я сейчас не смеюсь над этими выражениями, высказываниями, хотя иногда они выглядят так экстравагантно немножко, но тем не менее это благословение, понимаете? Когда, ну, пастор, служитель или группа пасторов, да, пресвитеров, служителей молятся над кем-то, да, это выглядит как благословение. И вообще функция священника – это не только быть посредником между враждующими сторонами, да, или представлять Бога людям или людей Богу, да, но также это функция благословения, когда провозглашается что-то, исповедуется что-то, да. У нас же очень популярно сегодня учение о позитивном, положительном исповедании. В этом что-то есть, потому что священник, он должен исполнять эту функцию, да, благословляя народ, то есть это тоже его функция – благословить народ. И здесь Дух Святой говорит, а я прокляну эти благословения, они не сбудутся, другими словами, да, то есть отменится все то, что вы сказали, не будет молитва отвечена, да, не будет вот это благословение запущено, да, в реализацию, к исполнению не будет поставлена подпись над этим благословением. Вот, поэтому тема лицемерия, тема несоответствия внешнего внутреннему Господа волнует очень сильно, порой сильнее, чем просто явный грех, который человек признает, здесь важно понимать, который человек признает. То есть Иисус, Он не просто друг мытарям и грешникам, Он друг кающимся мытарям и грешникам, вот это важно понимать. Иисус не друг греху, Иисус не друг, там, блуду или мытарству, да, там, стяжанию и так далее. Он, конечно же, этому не друг, Он против этого. Но Он с более легким сердцем относится к тем людям, которые это хотя бы признают и каются. Таких людей Он с легкостью принимает. А людей, которые упорствуют в своем лицемерии, которые внешне показывают некую форму, не имея при этом содержания, ему гораздо сложнее переносить таких людей. Это очевидно. И поэтому данная тема, лицемерие, она поднимается на протяжении всего Священного Писания и особенно в Новом Завете. Я вспоминаю один отрывок из Послания, где сказано, «Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа?» Анафема маранафа. То есть, да будет отлучен до пришествия Господня. Многие скажут, так это относится к неверующим, они не любят Господа Иисуса Христа. Так понимаете, отлучить можно только того, кто был прилеплен к телу Христову. Анафему можно объявить только тому человеку, который является, на данный момент, по крайней мере, членом церкви. То есть, речь идет о верующих, которые не любят Господа Иисуса Христа, которые, может быть, внешне это показывают, они, может быть, об этом поют, они, может быть, ревностные такие, показывают всем своим внешним видом, насколько они служат Господу, а при этом внутренне они не прилагают к этому сердце. Сердце в этом всем не участвует. Например, идет пение, сердце в этом не участвует. Конечно, слава Богу за то, что люди вообще иногда поют в церквях, я так смотрю, да, и в своем окружении. Если человек открыл свой рот и поет, участвует в пении, это уже великое достижение, да? Но можно петь и не прилагать к этому сердце, и это тоже волнует, не тоже, а очень сильно, и пару сильнее, чем что-либо другое волнует Господа. Понимаете? Сердце должно участвовать. Если я молюсь, сердце нужно направлять, да, дисциплинировать, как-то, ну, сподвигать, что ли, двигать в сторону участия в общении с Господом. Не просто тарабанить что-то мыслями где-то, а участвовать. Должно прилагаться сердце. Понимаете? Тут дважды в этом стихе, во втором, второй главы Малахии говорится, если вы не примете к сердцу, если вы не приложите к этому сердце, то, ну, я буду против вас. Я буду недоволен, да? Господь говорит, я буду недоволен. Вот, поэтому сегодня мой призыв, мое резюме, оно очень простое. Давайте сделаем так, чтобы наше сердце, оно участвовало в том, что мы делаем. Пение, молитва, там, проповедь и так далее. Потому что иногда сердце просто кровью обливается, да, и огорчается, когда ты видишь, что люди, ну, абсолютно, даже на богослужении не прилагают сердце и не принимают к сердцу того, что происходит в Доме Божьем. Я говорю не только о служении сейчас, но особенно это очевидно, да, и обидно и досадно, когда это происходит на служении. Когда нет культуры поклонения, когда нет культуры всеобщего пения, да, нет культуры молитвы, когда есть вот какая-то возня, хождение, болтовня. И особенно, когда ты взади стоишь, например, да, я бываю в дежурном церкви, стою там взади, вижу, как все происходит, и иногда, конечно, все это печалит. Я не имею никого конкретно сейчас в виду, я не называю никаких именок и фамилий. Я говорю и о себе в том числе, потому что, опять же, повторюсь, участие сердца в любви к Господу, оно необходимо во всех сферах, да, то есть вот прославлять мое имя, воздавать славу имени моему, как здесь сказано, это широкое, скажем, понятие, которое включает в себя много разных граней, много различных проявлений. Мы об этом сейчас не будем подробно говорить. Другой отрывок хотелось бы вспомнить, ветхозаветник, который многократно цитируется в Новом Завете. Пророк Исаия сказал однажды, что «Сеи люди чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». И эту цитату Исаии повторял и Иисус, повторял и апостол Павел, по-моему, в Деяниях. И эта мысль, которая иллюстрирует лицемерие, она прослеживается в Новом Завете и в высказываниях Господа, и в высказываниях апостолов. Поэтому данная тема, она на самом деле глубокая и большая. Говорить о ней, может быть, долго не получится, но лишний раз напомнить, сакцентировать на этом внимание и призвать себя и нас с вами прилагать сердце к тому, что мы делаем для Господа. И вообще, я сейчас говорю не о внешней стороне. Понимаете? Вот давайте внутренне зададимся вопросом, люблю ли я Господа. Понимаете? Потому что мы говорим, что мы любим Его. А на самом деле это так. Понимаете, как горько Господу с небес на это смотреть, когда мы устами своими провозглашаем, когда внешне пытаемся это показать, какой-то физическо-материальной, да, или, ну, личным присутствием, ревностью. Вот. А внутренне сердце к этому не прилагаем. Не ищем лица Господня, не стремимся к общению с Ним, не стремимся к соприкосновению с Ним. По сути, не любим Его как должно, да, или как то подразумевается понятием или термином «любовь». Вот. Поэтому сегодня не стыдно, знаете, что сделать? Не стыдно признаться самому себе, «Господь, я люблю Тебя мало». Вот мой главный призыв сегодня к себе и ко всем нам. Давайте мы честно скажем просто в сердце своем, «Господь, ну, я Тебя мало люблю на самом деле». И это будет правда. Это будет искреннее, нелицемерное покаяние. «Я мало Тебя еще люблю, да, и, может быть, провозглашаю об этом, пою об этом, говорю об этом, всем видом показываю это». Вот. А сердце на самом деле не тянется, да, к Тебе в должной мере. И если мы так сами себе признаемся, то это Господу понравится. Как ни странно, это Господу понравится. А когда мы пытаемся это все вот заретушировать, замазать, да мы такие любящие Господа, а внутри мы не хотим с Ним иметь общение, не хотим им восхищаться, не хотим соприкасаться с Его Личностью, не хотим о Нем помышлять, не хотим к Нему обращаться внутренне, потому что это требует усилий, преодолевающих плоть, то это больше огорчает Господа. Понимаете? Поэтому сегодня да благословит нас Господь прилагать сердце к молитве, к пению, ко многим другим вещам, которые подразумевают воздавать славу имени Господня. Да поможет нам в этом Господь быть искренними, убегать от лицемерия, беречься от этой закваски фарисейской и быть теми, кто любит Господа. Любит Господа, даже если Он не великий служитель, неяркая личность, которая стоит на сцене и постоянно чего-то там провозглашает и транслирует. Мы все священники и все призваны к тому, чтобы быть настоящими. Да поможет нам в этом Господь. До новых встреч, до новых видео с Господом.